Девушки отдыхают Девушки отдыхают Всего чего угодно, расскажет нам кратеньком, что это за игра такая Ну а дальше, ребят, мы будем задавать ему вопросы, которые нас действительно интересуют по данной теме Так, вроде бы сгенерил, все окей Теперь давайте задаем ему первый вопрос В частности, меня интересует, насколько преувеличена важность статистики игроков в этой игре Давайте посмотрим, что он нам сгенерит И потом попросим его это все дело зачитать Для того, чтобы не читать это все дело самостоятельно Слушайте, ну смотрите Штампует и штампует Добавляет по чуть-чуть И уже, в принципе, в глаза падают некоторые фразы интересные Ну что, попросим его нам это все дело зачитать Для того, чтобы на это все не тратить время Потому что текста действительно больше, чем достаточно Важность статистики игроков в World of Tanks Blitz и в других подобных онлайн играх Может быть преувеличена, особенно в сообществе игроков и среди некоторых игроков Это связано с несколькими факторами Конкуренция В играх, где игроки соревнуются друг с другом, конкуренция может быть интенсивной Важность статистики связана с желанием показать свое мастерство и лидерство в рейтинговых списках Это может привести к стремлению игроков достичь высоких показателей в своей статистике Перфекционизм Некоторые игроки стремятся быть наилучшими во всем, включая статистику своих боевых достижений Они чувствуют удовлетворение, достигая высоких показателей И это становится своего рода игровой целью для них Социальное признание В сообществе игроков может существовать культура, где высокие статистические показатели воспринимаются как индикатор мастерства и опыта Это может привести к стремлению быть уважаемым и признанным в сообществе за свои игровые достижения Однако следует отметить, что статистика игроков не является единственным показателем мастерства или уровня игрового опыта Многие факторы могут повлиять на результаты игры, включая удачу, командную работу и тактику Некоторые игроки также могут использовать различные стратегии в разных ситуациях, что может повлиять на их статистику Более важно наслаждаться игрой, развиваться как игрок и находить удовольствие в командных сражениях и сотрудничестве с другими игроками Если статистика начинает становиться источником стресса или тревоги, то игроки могут упустить возможность полноценно насладиться игровым процессом В конце концов, игры созданы для развлечения и приношения удовольствия, и каждый игрок может определить свои собственные цели и приоритеты в игре Эвана как все перевернулось-то То есть, в принципе, статистика важна, но, видите, даже искусственный интеллект говорит нам о том, что более важно наслаждение от игры И, гоняясь за статистикой, мы можем, ну, кое-чего важного пропустить Ладно, давайте зададим ему следующий вопрос, который меня интересует, в частности, кто такой Рак в этой игре А дальше зададим ему еще несколько дополнительных вопросов по данной теме Генерит ответ, термин Рак, ну, короче говоря, как и в предыдущем случае, дождемся сейчас полного завершения генерирования ответа Ну и дальше прослушиваем данный ответик в полном объеме и будем делать какие-то выводы По первому вопросу, у меня, честно говоря, точнее не так, по первому ответу у меня вопросов абсолютно нет Ну что, просим зачитать Термин Рак в контексте игры World of Tanks Blitz и других подобных онлайн-игр относится к игрокам, которые проявляют нежелательное или непрофессиональное поведение во время матчей Это общий термин, который часто используется игроками для обозначения кого-то, кто негативно влияет на их команду и ухудшает игровой опыт других игроков Обычно Раки характеризуются следующими чертами Отсутствие сотрудничества Раки часто играют в одиночку, не сотрудничая с командой и не следуя общим тактикам Неспособность Они могут проявлять неудачное управление своими танками и делать тактические ошибки, что приводит к быстрому выбыванию из боя Оскорбительное поведение Некоторые Раки могут быть агрессивными или оскорбительными в чате, что создает негативную атмосферу в команде Авг и Вейфрам Киборд Некоторые игроки могут быть Раками из-за своего отсутствия в игре Например, они могут покинуть бой или неактивно участвовать в нем Хочу отметить, что использование термина Рак является неприемлемым и неуважительным к другим игрокам Он может быть обидным и создавать недружественную атмосферу в игровом сообществе Важно помнить, что каждый игрок может иметь разные навыки и опыт И культура уважения и поддержки друг друга должна быть приветствована в онлайн играх Если вы сталкиваетесь с неприятным поведением других игроков Лучше сообщить об этом администрации игры или игнорировать таких игроков Чтобы сохранить позитивный игровой опыт для себя и других Хм, интересно получается То есть, выходит, не обязательно прям совсем не уметь играть Для того, чтобы можно было считаться Раком Давайте зададим ему сейчас еще один вопросик Итак, вставляем вопрос Вопрос будет вот таким вот Может ли игрок с высокой игровой статистикой быть Раком в этой игре? Интересно, что нам сейчас GPT ответит Я надеюсь, что ход моих мыслей совпадет с его ответом Насколько это будет соответствовать действительности Ну, сейчас будем смотреть Ох ты, настрочил-то как, настрочил Ну, добре, давайте тогда ставим на озвучку данное все дело И будем анализировать Да, игрок с высокой игровой статистикой Также может проявлять нежелательное поведение И быть считаемым Раком в игре Игровая статистика, такая как победы, урон за бой, средний опыт и другие показатели Может отражать мастерство и опыт игрока Но она не всегда является единственным показателем того Как игрок ведет себя в команде и как взаимодействует с другими игроками Возможны следующие сценарии Эгоизм Игрок с высокой статистикой может быть сосредоточен на собственных результатах И не уделять должного внимания командной игре Он может пренебрегать тактическими планами команды Действовать в одиночку и не сотрудничать с союзниками Оскорбительное поведение Игрок с высокой статистикой может проявлять агрессию и оскорбление в чате Что создает негативную атмосферу в команде и ухудшает общий опыт игры Самонадеянность Некоторые игроки с хорошей статистикой могут стать самонадеянными И не учитывать мнения других Что приводит к неправильным тактическим решениям Хотя высокая статистика обычно указывает на опыт и умения игрока Она не гарантирует, что этот игрок будет хорошим командным игроком Или иметь хорошее поведение в игре Он все равно может проявлять негативные черты Которые делают его нежелательным союзником Важно помнить, что поведение в игре влияет на общие впечатления и опыт игрового сообщества Хороший командный дух, уважительные отношения к другим игрокам И готовность сотрудничать Это качества, которые делают игровую среду приятной и полезной для всех участников Ёкарный бабай Так а что это тогда получается? У меня может быть 75-80% статистики И при этом всем я все равно буду раком Ну, наверное, да И здесь GPT подхватил, наверное, какие-то мои текущие в волнах мысли На тему того, что все-таки рак это не совсем тот, кто не умеет играть Рак это тот, который делает неприятно в игре другим игрокам А каким образом, это уже, по-моему, не имеет какого-то существенного значения Хотя, безусловно, здесь я соглашусь Ну, играть необходимо уметь и необходимо прикладывать усилия К тому, чтобы быть максимально полезным в игре И, в частности, в своей команде во время боя Но все же, ребят, давайте еще раз уточним кое-что Я немножко перефразировал вопрос и выставил его следующим образом Есть ли прямая зависимость между термином рак и статистикой игрока в этой игре? Ну что, сгенери, пожалуйста, товарищ GPT нам ответ на данный вопрос Единственное, что стоит отметить, что все ответы, которые генерятся данным искусственным интеллектом Это не более чем анализ и сбор огромного количества данных из разных источников Соответственно, он руководствуется тем, что кто-то где-то когда-то писал Ладно, есть ответ Давайте попробуем это все дело прослушать Ну и попробуем проанализировать Нет, прямой зависимости между термином рак и статистикой игрока в игре World of Tanks Blitz Или любой другой подобной онлайн-игре Нет, этот термин часто используется для описания нежелательного поведения или игрового стиля игрока А не его конкретной статистики Рак — это неофициальное обозначение для игрока Который проявляет негативное поведение Не сотрудничает с командой Играет эгоистично Оскорбляет других игроков Или нарушает общие правила в игре Такой игрок может как иметь высокую игровую статистику, так и быть новичком с низкими показателями Статистика игрока может отражать его мастерство, опыт и успешность в игре Но она не всегда отражает его поведение и подход к командной игре Важно различать между игровыми навыками и игровым поведением Игрок с высокой статистикой может быть отличным командным игроком и иметь позитивное влияние на команду В то время как игрок с низкой статистикой может проявлять нежелательное поведение И оказывать отрицательное влияние на команду При общении с другими игроками важно сосредотачиваться на их поведении и командной игре А не только на их статистике Отношение к игре и взаимодействии с другими игроками влияет на общий игровой опыт для всех участников И культура уважения и поддержки в игровом сообществе является важной составляющей приятной игры Слушайте, не знаю как вы считаете, а мне кажется что GPT сейчас прям как с языка снял у меня Потому что я абсолютно полностью с ним согласен Задаем следующий вопрос GPT Хорошо ли когда игрок в бою концентрируется в первую очередь на нанесении максимального урона за бой В попытке держать наибольший, ну необходимый ему личный средний урон на уровне или на конкретном танке в этой игре Ну что, ждем генерации ответа И мне почему-то кажется что исходя из предыдущих двух его ответов Мне почему-то кажется что ответ будет приблизительно в ключе того что Концентрация конкретно на своих внутренних каких-то там заморочках в виде среднего урона За которым многие игроки гоняются Это не совсем то что необходимо команде для того чтобы победить Ну что, просим товарища сгенерить, ну и обязательно все это дело озвучить Концентрация игрока на нанесении максимального урона за бой может быть как полезной, так и противоречивой стратегией в игре World of Tanks Blitz Важно понимать контексты обстоятельства, чтобы оценить насколько эта стратегия будет успешной Положительные аспекты концентрации на максимальном уроне Эффективность в бою Наносить больше урона может привести к более быстрому уничтожению противников Что может повысить шансы команды на победу Повышение шансов на победу Максимальный урон за бой часто ассоциируется с хорошими игровыми навыками Такими как точность, знание слабых мест танков противника и умение выбирать правильные моменты для атаки Увеличение опыта и кредитов Высокий урон за бой обычно сопровождается большим количеством опыта и кредитов Что поможет в прокачке и покупке новых танков и модулей Противоречивые аспекты концентрации на максимальном уроне Эгоистичность Сосредотачиваясь исключительно на максимальном уроне Игрок может игнорировать командную тактику и не помогать своей команде в выполнении общих целей Риски Игроки, стремящиеся к высокому урону, могут брать большие риски Что может привести к быстрой гибели и тем самым нанесению недостаточного вклада в команду Отсутствие поддержки Когда игрок слишком фокусируется на уроне Он может игнорировать помощь союзников и не реагировать на их запросы Итак, концентрация на максимальном уроне может быть эффективной стратегией Если она совмещается с общими командными целями и тактикой Важно поддерживать баланс между стремлением наносить урон и участием в командной игре Сотрудничество с командой, тактическое мышление и умение адаптироваться к ситуации Также играют важную роль в успехе в игре World of Tanks Blitz Абсолютно полностью согласен с искусственным интеллектом Безусловно, фактор нанесения максимального урона каждым союзникам Он влияет на исход сражения Но все же, когда ваш союзник занят исключительно тем, чтобы накидать максимальный урон И то, что происходит в бою, его в принципе не интересует И он думает, что раз он стоит где-нибудь, не знаю, на тяжелом танке в кустах вдалеке Накидывает максимальный урон и потом команда проигрывает И он вешает ответственность исключительно на них То он здесь уже идет, наверное, в разрез к понятию положительных аспектов И переходит в разрез противоречений Простите, господи, противоречий по данному вопросу Ладно, хорошо А теперь пойдем о наболевшем Потому что я, допустим, за своей игровой статистикой не слежу И я хочу узнать у искусственного интеллекта, как он считает То, что я не слежу за своей игровой статистикой Мне все равно, какой у меня показатель процента побед в этой игре Плохо это или нет? Ну что, ответь, пожалуйста, на вопрос, умная машина Потому что я, допустим, считаю, что то, что я не захожу постоянно в свою статистику Точнее, нет, не так Я захожу в бой, я пытаюсь победить Я делаю все необходимое для этого Но я не схожу с ума из-за того, что я проиграл Точнее, даже не так Я не схожу с ума, потому что мне все равно Понизилась ли какая-то где-то циферка со знаком процента в моей статье Озвучь, пожалуйста, ответик, мне будет крайне приятно Нет, отсутствие пристального следования за своей игровой статистикой И отношением к проценту побед не является обязательно плохой практикой Каждый игрок имеет свой уникальный подход к игре И важно, чтобы каждый чувствовал удовлетворение от игрового опыта Который ему приносит удовольствие Вот несколько аспектов, которые следует учитывать Игровое удовольствие Если игра приносит вам радость и удовольствие И вы не ощущаете стресса из-за своей статистики То это хорошо Игры, прежде всего, созданы для развлечения И если вы наслаждаетесь процессом игры Это главное отношение с командой Хотя процент побед может служить показателем общей эффективности Важно помнить, что командный подход и сотрудничество с другими игроками Также имеют большое значение в достижении успеха в игре Прогресс и улучшение Возможно, вы не следите за статистикой Но важно иметь понимание своего прогресса и усилий по улучшению в игре Если вы чувствуете, что становитесь лучше, улучшаете свои навыки и справляетесь с трудностями Это может быть удовлетворительным для вас Однако стоит также отметить, что обслеживание своей статистики может быть полезным инструментом для оценки своего прогресса Идентификация областей для улучшения и разработки стратегий для повышения успеха в игре Это может быть особенно полезно, если вы хотите улучшить свои игровые навыки и достигать лучших результатов В конечном счете, каждый игрок определяет свои собственные цели и приоритеты в игре Главное это наслаждаться процессом и находить радость в игре, как бы это не выглядело для вас лично Интересно получается, а что ты скажешь на вот такой вот вопрос Почему некоторые игроки оскорбляют меня из-за низкого уровня статистики побед в этой игре Мне вот всегда было интересно, почему многие игроки считают, что если у игрока низкий процент по победам То это, в принципе, дает им какое-то моральное право оскорблять его, унижать его И, в принципе, ну, не знаю, как это правильно назвать, тыкать его носом, что ли, в его статистику В конце концов, не все мы ради статистики играем Но я так понимаю, что, скорее всего, это делают те, для кого стата стоит на первом месте Озвучим вопрос, озвучим ответ Понимание поведения некоторых игроков, которые оскорбляют других из-за низкой статистики побед, может быть связано с несколькими факторами Конкуренция и эго Онлайн-игры, особенно соревновательные, могут создавать атмосферу конкуренции, где некоторые игроки стремятся подтвердить свое превосходство над другими Когда они видят игрока с низкой статистикой, это может побуждать их к оскорблениям в попытке повысить свою самооценку и самоуважение Фрустрация и разочарование Некоторые игроки могут испытывать фрустрацию и разочарование от поражения неудачных матчей В таких случаях они могут перенести свои негативные эмоции на других игроков, включая тех, у кого низкая статистика Анонимность в сети Виртуальное окружение дает людям относительную анонимность, что может привести к более агрессивному поведению и оскорблениям, которые они, возможно, не проявили бы в реальной жизни Недостаток понимания Некоторые игроки могут не понимать, что статистика не всегда отражает уровень мастерства игрока Низкая статистика может быть результатом различных обстоятельств, таких как игра на новом танке, обучение, недостаточный опыт или просто плохая удача в матчах Независимо от причин, оскорбления и унижения в игровом сообществе недопустимы и не должны быть терпимы Важно помнить, что все игроки уникальны и находятся на разных этапах своего игрового опыта Уважение и поддержка друг друга помогут создать приятную игровую среду для всех участников Если вы сталкиваетесь с оскорблениями или неприятным поведением от других игроков, лучше игнорировать таких людей и обратиться к администрации игры, если оскорбления становятся чрезмерными или оскорбительными Ну короче говоря, ребят, не знаю, то ли GPT такой же тупой как я, то ли я такой же умный как он, потому что я абсолютно полностью с ним согласен А что ты скажешь по поводу того, чтобы дать возможность игрокам блокировать доступ к их статистике игровой другими игроками? Ну другими словами, не давать возможности другим игрокам смотреть на мою игровую статистику Потому что я вот допустим считаю, что статистика действительно на общем обозрении она гробит отношения между игроками Как правило, игроки начинают заходить на аккаунты друг к другу, точнее не на аккаунты, а в их профиль Начинать заценивать их стату и после этого писать какие-то оскорбительные сообщения Мне же кажется, что было бы неплохо, чтобы разработчики наделили нас возможностью закрывать доступ, если мы не хотим чем-то хвастаться В конце концов, кто захочет похвастаться, тот откроет доступ Ну что, прослушаем, что GPT нам на это ответил Наделение игроков возможностью скрывать свою статистику в игре может иметь несколько плюсов Уменьшение агрессии и оскорблений, когда статистика игрока явно видна для всех Это может стать причиной агрессивного поведения и оскорблений со стороны других игроков В случае низкой статистики, скрытие статистики может снизить вероятность подобных негативных взаимодействий Приватность и комфорт Некоторые игроки предпочитают сохранять свою статистику в тайне, чтобы не чувствовать давление или не сравниваться с другими Скрытие статистики может предоставить им большую приватность и комфорт в игре Уменьшение предвзятости Видимая статистика может привести к предвзятому отношению со стороны некоторых игроков Скрытие статистики может снизить вероятность того, что другие игроки будут выносить суждения на основе числовых показателей А сосредоточиться на реальных действиях и поведении в текущем бою Более непринужденный игровой опыт Игроки, которые не чувствуют давления по поводу своей статистики Могут более свободно экспериментировать с различными стратегиями и тактиками, что способствует разнообразию в игре Хотя скрытие статистики может иметь эти плюсы, важно учитывать, что это также может иметь некоторые негативные аспекты Отсутствие информации о союзниках Скрытая статистика может затруднить оценку опыта и уровня мастерства союзников, что может повлиять на координацию и тактику в команде Злоупотребление скрытой статистикой Некоторые игроки могут использовать скрытую статистику для скрытия своего негативного поведения и нарушения правил игры В конечном итоге, решение о том, следует ли давать игрокам возможность скрывать свою статистику Зависит от разработчиков игры и их стремления создать наилучший игровой опыт для всех игроков Компромиссом может быть предоставление игрокам возможности выбора Оставить видимую статистику или скрыть ее в зависимости от их предпочтений Хм, не знаю, не знаю, не могу я согласиться с искусственным интеллектом в отношении тех рисков, которые он указывает В частности, отсутствие информации о союзниках, ну я как-то не заходя в бой, точнее, я не ознакомлюсь с их игровой статистикой Как правило, кто-то ознакомлюсь с игровой статистикой после того, как бой закончился Для того, чтобы заценить И даже если игрок не очень хорошо отыграл, но у него высокая игровая статистика То, как правило, другие игроки засовывают языки им куда-нибудь ниже копчика А вот если игрок даже отыграл неплохо, и при этом у него низкая игровая стата Ну, ему довольно часто пишут в комментариях по поводу того, что он рак Напишите свое мнение по данному вопросу в комментариях Как вы считаете, было бы хорошо или было бы плохо Если бы разработчики наделили все-таки нас, как игроков, возможностью показывать или не показывать О себе информацию другим игрокам Я вот, допустим, этой возможностью обязательно бы воспользовался Потому что там слушать постоянно по поводу того, что у меня низкая статистика и из-за этого я чмо какое-то недоразвитое Ну, мне не совсем приятно и интересно Ладно, а давайте уточним кое-что у нашего великолепного искусственного интеллекта То, что у меня низкая статистика побед означает, что я плохой игрок в этой игре Потому что я вот, допустим, не считаю, что конкретная цифра в моем профиле Ну, уж прям полностью отражает мои умения Я вот, допустим, даю абсолютно спокойно поиграть своим знакомым, друзьям и их детям Когда они приходят ко мне в гости Ну, и понятное дело, что все эти товарищи не сильно следят за моей статистикой И не всегда побеждают Таким образом, моя конкретная статистика, ну, крайне сильно заниженная Ну, и я бы не сказал, что отражает уровень моих умений и познаний в этой игре Низкая статистика побед не обязательно означает, что вы плохой игрок в этой игре Статистика побед — это всего лишь один из многих показателей, который отражает общую успешность вашей команды в матчах Он зависит от множества факторов, включая ваш вклад в командную игру, навыки других игроков в вашей команде и команды противника, а также везение Важно помнить следующие моменты Коллективная игра Результаты в играх сильно зависят от командной работы и сотрудничества Даже если вы являетесь хорошим игроком, но ваша команда не сработалась или сделала тактические ошибки Победа может быть недостижимой Опыт и прогресс Начальные уровни в игре могут быть сложными для новичков или игроков, которые только начинают изучать механику игры и осваивают различные танки Улучшение статистики обычно происходит по мере вашего развития и накопления опыта Уникальность стилей игры В игре существует разнообразие стилей игры, и каждый игрок предпочитает свой собственный Некоторые игроки могут предпочитать агрессивный стиль, а другие – более оборонительный Ваши предпочтения могут повлиять на результаты в игре Обучение и анализ Если вы хотите улучшить свои результаты, вы можете обратить внимание на обучающие материалы, стримы, видеорепли и других игроков и анализировать свои собственные бои Постепенное совершенствование и развитие навыков помогут улучшить вашу статистику В конечном итоге, статистика побед – это только одна часть игры, и она не определяет вашу ценность как игрока Любите игру, наслаждайтесь процессом, участвуйте в командной игре и не забывайте о сотрудничестве с другими игроками Опыт и умение приходят со временем, и вы можете продолжать улучшаться, наслаждаясь каждым этапом вашего игрового пути Ну что ж, друзья, я лично ответом очень даже доволен, и мне осталось задать ему последний вопрос, который меня интересует больше всего Дело в том, что мои взгляды на игру существенно отличаются от взглядов всех остальных авторов ютуб-каналов И я не нашел ни одного автора, который придерживался бы тех мнений, которых придерживаюсь я Да, они все как под копирку штампованные, они все гнут линию по поводу того, что танки в этой игре должны быть суперрезультативными Что вы должны держать свою статистику Они все обзывают низкоуровневых игроков, они все не признают того, что жизнь есть и на уровнях ниже седьмого И в этом всем я кардинально отличаюсь от них И вот вопрос у меня будет к искусственным интеллекту следующий Если переформулировать и сократить, то стоит ли мне ввести свой ютуб-канал по вотблиц, если мои взгляды кардинально отличаются от взглядов всех поголовно других авторов ютуб-каналов Да, стоит ввести свой ютуб-канал, даже если ваши взгляды на игру World of Tanks Blitz не совпадают со взглядами других авторов канала Каждый человек уникален и имеет свою точку зрения, и ваш подход может быть интересен и полезен для других игроков Важно помнить, что ютуб предлагает разнообразность контента, и у каждого канала есть своя аудитория Если ваши взгляды на важность статистики в игре отличаются от других, это может быть дополнительной ценностью для вашего канала Ваши ролики могут предложить альтернативный взгляд на игру, вызывать дискуссии и вдохновлять других игроков по-новому подходить к игровому опыту Важно сохранять свою уникальность и честность в своих роликах Аудитория ценит подлинность, и если вы говорите откровенно о своих взглядах и опыте, это может привлечь лояльную аудиторию, которая разделяет ваши взгляды или интересуется альтернативными точками зрения Запуск и ведение ютуб-канала — это занимательный и творческий процесс, который поможет вам развивать навыки создания контента, коммуникации и анализа своей игры Если у вас есть страсть к игре и вы хотите делиться своим опытом и мыслями с другими игроками, то ютуб может быть отличной платформой для этого Помните, что развитие канала может занять время и не стоит ожидать мгновенного успеха Важно наслаждаться процессом создания контента и стремиться к постоянному улучшению С упорством и старанием вы можете привлечь аудиторию, которая оценит вашу уникальность и станет вашими преданными зрителями Вот так вот, друзья мои, получается, что даже искусственный интеллект не совсем разделяет понятие того, что вы рак, если у вас низкая игровая статистика Что вы ничтожество, если вы проигрываете Ну и вы дурак, если даете поиграть кому-нибудь другому Меня лично ответы абсолютно устроили, какие выводы я могу с этого всего сделать Ну, во-первых, первый вывод по поводу того, что играть все-таки стоит ради удовольствия Ну, разве что, если вы не видите в удовольствии погоню за конкретными цифрами Здесь уже решать вам Второе, что необходимо подчеркнуть из всего диалога, который был у нас сегодня с искусственным интеллектом Что, наверное, стоит уважать игроков, вне зависимости от того, какой процент по победам у них есть на их аккаунтах И, наверное, относиться в первую очередь к ним как к живым людям А не как к тем, кто достоин оскорбления от вас Только лишь потому, что ваша игровая статистика выше Вы больше времени проводите в игре И вы потеете над статой тогда, когда другие не разделяют ваших взглядов Уважайте людей, вне зависимости от того, согласны они с вашими предпочтениями или нет Вот такие выводы я сделал для себя А какие выводы делаете вы для себя по просмотрам данного видео Пишите обязательно в комментариях Я стараюсь специально для вас и пытаюсь сделать какой-то не только интересный и веселый контент Но еще и познавательный, ну и отчасти иногда развивающий Стараюсь для вас и побежал снимать следующее видео А ваше дело подписаться на канал, если вы разделяете мои взгляды в отношении данной великолепной игры Поставить лайк данному видосу Ну и обязательно нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok